Комплексное исследование литерали берега и даже дна Баренцева моря ведет Мурманский биологический институт. Специалисты осматривают землю, берут на анализ воду, следят за популяциями рыб и моллюсков. Но, как бревно в глазу, всюду им мешает мусор, который переносит волны. Я очень давно хотела попасть на рыбачьи. Это на самом деле мечта чуть ли не со школьных лет. И увидеть своими глазами вещи, о которых ты только читал, только видел на фотографии. Хотя, наверное, я была очень удивлена. Нет, на самом деле, один момент был, который меня удивил. Это действительно, на мысе немецкие я не ожидала такого. Очень много мусора. Ну, согласитесь. Светлана занимается водорослями, и другие прибрежные находки напрямую к ее работе не относятся. Однако закрыть глаза на цветастый ковер, укрывающий пляжи, ученая не смогла. Тема, понятно, что стекло – это безобидно, в общем, с точки зрения токсичности предмета. То ржавый металл или, тем более, пластик, который, постепенно разрушаясь, переходит в состояние микропластика, который мы пока даже не знаем, каким образом он будет перераспределяться. Современные вещества, из которых состоит упаковка, достаточно инертны. Это значит, что они слабо взаимодействуют с окружающей средой. Однако морская соленая вода, ультрафиолет, солнечное тепло и особенно прибой создают агрессивную среду. Так пластик превращается в микропластик. Через рот или жабры он попадает в организм рыб. А потом по пищевой цепочке в крупных рыб, в животных и в людей. Его уже нашли в плаценте, в грудном молоке, в человеческой крови и даже в арктических льдах. Как он влияет на носителя, пока неизвестно. Ведь пластмассу только изобрели в 1855 году, а изучать начали всего лишь несколько десятилетий назад. Поэтому все эти пакеты, зубные щетки, ручки так и лежат где-то на планете. А срок разложения в век или тысячу лет – это только примерные догадки. Задача придать хоть какой-нибудь точности этим данным стоит теперь даже перед Мурманским полярным институтом рыбного хозяйства и океанографии. Собственно, пластик и мусор мы изучаем в качестве составляющей окружающей среды обитания промыслов и гидробионтов. Потому что наверняка он какое-то влияние оказывает, и наверняка это влияние не позитивное. Оценить его пока сложно. Но вот таким образом мы мусор изучаем как часть среды обитания, современной среды обитания промыслов и гидробионтов. С одной стороны, переработка пластика в России не налажена. Сейчас только 1% от общего числа идет на второй жизненный цикл, а все остальное – на выброс. С другой стороны, север не густо заселен, и темпы потребления у нас не так высоки, как, например, в столицах. Однако во время экспедиции на рыбачий с квадрата 10 на 10 метров биологи выкопали 90 килограммов лишнего. Металлические бочки явно были брошены тут, а вот легкие вещи часто приносит гольфстрим. По маркировке даже можно отследить путь. Дания, Норвегия. Вместе с этими странами мы пытались предсказать результат распространения пластика. Международные программы уже не действуют, но институты продолжают обмениваться результатами. Ведь загрязнение – общая проблема для населения всей планеты. Ежегодно в океаны попадает около 8 тонн пластикового мусора. Какие-то, может быть, результаты послужат таким стимулом для того, чтобы поубирать что-то побольше. Тут же у нас немецкий, чтобы привести его в исходное состояние до появления человека, скажем так. Александра Клепцова, Татьяна Лежняк, Илья Бояркин, ТВ21+.